Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях Февраль Февраль – второй месяц в юлианском и григорианском календарях. 12-й месяц Староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта. Это самый короткий месяц года и единственный с числом дней менее 30. Имеет 28 дней в обычном году и 29 – в високосные годы. В северном полушарии Земли является последним третьим месяцем зимы, в южном полушарии – третьим месяцем лета. Названием своим «февраль» от латинского слова «фебриариус», что значит «очищение», обязан Древнему Риму, где до реформы календаря он считался последним 12-м месяцем года и посвящался богу подземного царства Фебрусу. В это время принято было подводить итоги прожитой жизни, вспоминать усопших, каяться в грехах. Но ведь и на Руси новогодье отмечалось когда-то 1 марта, а февраль завершал календарный год. И тогда величали февраль сеченем. Он отсекал один год от другого. Был он и меженем – граница зимы и весны. Звали его и лютень. Этот завершающий месяц зимы в некоторые годы бывает очень суровым и по лютости не уступает даже месяцу январю. Злится февраль-коротышка, что ему мало дней дадено, гласит поговорка. За обилие снегопадов и метелей его называли также снежень. Многолик февраль. За то, что на солнечной стороне пригревать начинает, называли его бокогреем. Февраль-бокогрей. Солнце пригревает сбоку, а в тени мороз хватает за нос. Зима с весной встречается впервой. А еще его звали Студич, Ветрич, Ледич. А чуть позже февраль стали называть свадебником, свечником, метельником. Примечая, у февраля два друга, метель – да вьюга. Что январь упустил, то февраль подберет. Февраль пришел, мужик зиму перерос. Лютой февраль, не лютой, а с весной встретишься. В феврале и снег весной пахнет. Это месяц последних морозов, колючих метелей и снежных заносов. Февраль – кривые дороги. В феврале у батюшки – метели. Есть и такие поговорки об этом времени года. И каждая из них точно подмечает особенности последнего месяца зимы. Сугробы достигают в феврале самой большой величины. Как обычно, первая декада месяца – самая студеная, метельная пора. Время сильных буранов. Промерзают на большую глубину водоемы. Часто бывают ночи с морозами-трескунами. В садах, парках, в лесу слышится порой сильный треск. Это появляются морозобойные трещины на деревьях с твердой древесиной, отрезкой смены дневной и ночной температуры. Для предохранения деревьев от порчи рекомендуется обмазывать нижнюю часть стволов известковым раствором, так как через морозобойные трещины в ткани дерева могут проникнуть споры грибов и вызвать его гниение. Днем начинает слегка пригревать солнце. Оттаивают с южной стороны стволы деревьев. А на крышах появляются сосульки. В отепеле снег покрывается сверху ледяной корочкой – настом. Это месяц контрастов. В феврале идет борьба между зимой и весной. Морозы в середине февраля – последние усилия зимы перед надвигающейся весной. Несмотря на солнечные дни, земля продолжает промерзать. Обилие снега защищает землю от глубокого промерзания, способствует сохранению жизни животных и растений. Февраль синевой приметен отблесками на сугробах, опушках, светлых улицах. День ото дня становится светлее. Небосвод все чаще озаряется солнцем, ярким, но еще бессильным давать тепло. Дни все длиннее, яснее. Теплый февраль сопровождает обычно весна заморозками. Не зря говорится в народе – февраль воду подпустит, а март подберет. 15 февраля, как в народе говорили, зима с весной встречается. Свесились с крыш сосульки переростки. Затенькали первые, пока еще робкие копели. А весне прежде так примечали. Ежели на 15 февраля установится отепель, весна ранняя и теплая. Коли холода завернут, весна холодная. А если выпадет в этот день снег, к затяжной и дождливой весне. Птицы в эту пору очень страдают от вьюг, зимних холодов и бескорницы. А потому не забывайте, подкармливайте малых печук, и они своим пением и заботой о ваших садах вас порадуют. В феврале начинает постройку гнездовья Черный ворон. Зазвучит первая песня овсянки и большой синицы. Ожидается весенний прилет сверестелей. К концу месяца отлет снегирей к северу. Лесные барабанщики, дятлы, начинают выстукивать на сушиных дробь. Далеко-далеко по лесу разносится стукаток лесного лекаря, пестрого дятла, а также звонкий крик жилны, черного дятла. Слышится коротенькая серебристая песенка пищухи и свист поползня. У медведицы в берлоге рождаются медвежата. Шагает по земле февраль в юговей, злится морозами, щедро сыплет снегом, шумит метелями, но весна уже не за горами, ее шаги все заметнее. В народе говаривают, февраль – апрельский дедушка, зиму замыкает, дни прибавляет, солнце на лето поворачивает. Вот такой этот месяц – февраль. Братья-месяцы